В Армавире продолжает расти число жертв телефонных мошенников. Жители теряются при получении подозрительных звонков и в панике переводят свои сбережения на подставные счета. Если в прошлом году на уловки злоумышленников попались около 150 граждан, то за первые полтора месяца 2021 в полицию поступило уже почти 50 заявлений. За этот год уже было совершено порядка 48 преступлений зарегистрировано на территории города. То есть суммы различные, которые завладели преступники, это от 2-3 тысяч рублей до 1 миллиона 800 тысяч. То есть даже такие серьезные суммы людей как будто вводят в транс и заговаривают им зубы. И люди снимают деньги и приходят в банкоматы и переводят их на счета мошенников. Чтобы жители правильно реагировали на звонки от неизвестных лиц, в Армавире проводят профилактическую акцию «Знай сам и расскажи другим». Прохожим разъясняют типичные действия мошенников и раздают листовки с признаками разных схем дистанционного обмана. Также еще распространен случай повторных так называемых дистанционных мошенников. То есть лица, которые уже попались на их удочку, то есть уже уголовное дело возбуждено. Через некоторое время мошенники повторно звонят и говорят, что мы сотрудники полиции нашли преступника, мы хотим возместить вам ущерб и предоставьте, пожалуйста, ваши данные, мы переведем вам деньги. И то есть также уже несколько случаев в Армавире зарегистрировано. К акции не первый раз присоединяются транспортные компании города, поэтому памятки о финансовом мошенничестве также раздают и пассажирам троллейбусов и маршрутных автобусов. Люди должны знать. Мне самому лично не один раз звонили мошенники по поводу моей банковской карты. И мне кажется, в такой неформальной обстановке на улице, в общественном транспорте, люди это будут впитывать и понимать. Виртуальные мошенники могут представляться сотрудниками банков, полиции, прокуратуры и других ведомств, маскироваться под звезды популярных блогеров в социальных сетях, взламывать аккаунты друзей и просить денег взаймы. Они также вводят в заблуждение начинающих инвесторов и посетителей сайтов знакомств. Деятельность не нужно терять и во время покупок или попыток заработать в интернете. Инна Лепеткина, Евгений Халманский, Служба информации, телеканал А360, Армавир.